Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Секретное лечение. Почему жительницы Палска отказывают в переводе из одного медучреждения в другое? И этого мало. Куда потратили президентские 10 тысяч рублей родители барнаульских детей? Под петиции подписались 500 человек. Руководители парка в городе уверены, если не откроются сейчас, могут не открыться совсем. Парада победы не будет. В Барнауле и других городах Алтайского края его отменили. Хотя изначально торжественное шествие было запланировано на 24 июня. Решение об отмене парада сегодня приняли власти Сибирского федерального округа. Причина – непростая эпидемиологическая ситуация в регионе. По информации Министерства обороны, парады пройдут в 28 городах России. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Тула и другие. Кстати, наши соседи новосибирцы решили не отказываться от парада. Кроме того, военные пройдут по площади без масок. Что касается Алтайского края, 22 и 24 июня в регионе состоятся различные памятные акции. Полный список мероприятий власти представят завтра. Но что уже можно с точностью сказать сегодня, 24 июня, в среду россияне будут отдыхать. А теперь как раз о том, почему от парада в регионе решили отказаться. За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили еще 68 жителей, которые заразились коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе – 3078. Из них 109 человек сегодня выписались из больниц. Также за сутки скончались два пациента с диагнозом COVID-19. Ну а эта история с пандемией связана косвенно. В нашу редакцию обратился житель Барнаульского села Шахим. Его пожилая мама больше двух недель находится в реанимации Павловской центральной районной больницы. Почти все это время о состоянии женщины родным ничего не было известно. Говорят, ей даже звонить запретили. При этом можно было бы пройти обследование и долечиться в краевой больнице. Но главный врач СРБ против. А вот почему? Пыталась выяснить Анастасия Дороган. День рождения их мама встретила в больнице с затрудненным дыханием. Вот такой получился праздник в этом году в семье Палухиных. Женщина больше двух недель провела в реанимации Павловской ЦРБ. ПДВЛ с кислородом. Навещать ее было нельзя. Звонить тоже, говорят родные. За все время им удалось поговорить единожды. Она мне сказала, дочь, мне с каждым днем все хуже. Я угасаю. Лечащий врач, когда лечили ей панкреатит, сказал, что в нашей больнице Павловской недостаточно оборудования, недостаточно той диагностики, которая должна бы ей была проведена. После этого разговора семья сразу написала главврачу письмо с просьбой перевести их мать в краевую больницу. И, по словам сына женщины Александра, получили отказ. Без разъяснения. И таких вопросов у семьи немало. Нет возможности не получить данные анализов, не данные протоколов лечения, не данные методов обследования. Хотя по законодательству мы в праве данной информации обладать. Письменное согласие предоставлено пациенту на передачу мне всей этой информации. И нет доступа. Позже Минздрав Края скажет, что информировать об этом должны только больного, а его родственников – после нотариальной доверенности пациента. Семья Полухиных, видимо, это не предусмотрела. Свою заботу могут проявлять лишь такими покупками. Вода, детское питание, там какой-то творог, кисломолочные продукты. Каждый день? Ну, через день точно. Больного можно передать? Полухиные анализирования. Да. И пригласить, пожалуйста, к врачам. Задаете вопросы, наверное, как она себя чувствует? Да. Получаем общие ответы. Я не хочу, что у меня есть состояние больного. На удачу встречаем главного врача Олега Агеева. Вопрос один. Почему перевод больной невозможен? У нас вообще информация-то закрыта. И ее могут только родственники. Я родственник. Поэтому я общаться буду только с родственниками. Я вопрос задаю вам. Почему? То есть, вы общаться с переводом в больницу? Только с родственниками у меня в кабинете. Пожалуйста, приходите. Я сейчас подойду. Подойдите. Я сейчас приду после операции. Так что ожидайте. Дождаться его мы не сумели. Обратились за разъяснениями в Минздрав. Там заверили, что за лечением всех тяжелых больных и наши пациентки тоже следят в отделении экстренной помощи в Барнауле. Переводы из района в краевую столицу не прекращаются. И отказа в них практически нет. Но на перевод в крае, как в случае с Павловской больной, тянут не все. Пациентка, она, да, действительно была тяжелая. Она находилась в реанимации. Но не в силу основного заболевания, а в силу сопутствующих заболеваний. И, соответственно, она была под мониторингом. Ее консультировали. Но необходимости в эвакуации по основному заболеванию у нее не было. Получается, что осложнения сопутствующих заболеваний в учет не идут. К счастью, пока перевод действительно не требуется. Сегодня стало известно, что женщину перевели в общую палату. Она, наконец, дышит самостоятельно. А сыну Валентины Ивановны в ЦРБ говорят, что сейчас маму обследуют в кардиологии и переведут, если это будет нужно. А еще обещали завтра предоставить полную информацию о лечении. Кстати, после обращения в наш телеканал. Анастасия Дорога, Николай Шелко, Александр Антропов. День с толком. Продолжим. 350 тысяч семей в Алтайском крае получили президентские выплаты в размере 10 тысяч рублей. Напомним, единовременное пособие полагается семьям с детьми от 3 до 16 лет в рамках помощи в период пандемии. Куда те, кто уже получил деньги, их потратил и считают ли они сумму приличной, узнавала Валентина Аскерова. О самогате восьмилетняя Соня мечтала давно. Бюджет семьи ограничен, а такие покупки обычно копят несколько месяцев. Порадовать дочку этим летом получилось неожиданно. Помогли президентские выплаты, рассказывает мама Соня Евгения. Когда узнала о выплатах президентских этих, я как раз все поняла, что уже буду выплаты делать именно на... Мы нашли кровать и поняли, что еще остаются деньги, около двух с половиной тысяч, трех, наверное, и приобрели еще самокат ребенку. Президентские выплаты многим пришли уже 1 июня. На сегодняшний день их получили 350 тысяч алтайских семей. Мы провели свой мини-опрос и узнали, что в основе своей родители тратили деньги на детскую мебель, компьютеры, самокаты и велосипеды. К слову, именно с 1 июня в магазинах отмечают настоящий велосипедный бум. В день продают по 40 штук. Очень сильно повысился спрос. Примерно в два раза по сравнению с прошлым сезоном. То есть реально не успеваем иногда даже собирать велосипеды, выставлять их. Забирают прямо в коробках. А вот отец двоих детей рад бы купить детям велосипед, но размер президентских выплат не позволяет. Это не такая большая сумма, чтобы можно было что-то на нее приобрести. И за время самоизоляции моя семья накопила долги по коммунальным платежам, по ипотечным выплатам. Сами выплаты не были просрочены, но приходилось занимать у более, скажем так, зажиточных друзей, родственников, чтобы расплатиться с банком, с коммунальными службами. Более того, в социальных сетях люди пишут, что 10 тысяч хватило лишь на одежду детям и продукты. Купили хлеба и наелись вдоволь. Купить хлеба, покрыть долги могут и другие семьи, которые еще не получили выплаты. Оставшиеся у нас 10% граждан, которые к нам могут обратиться. Сроки обращения до 1 октября, но ждать не нужно. Можно обращаться уже сейчас. Это сделать довольно просто. Представлять дополнительных документов никаких не нужно. Достаточно оформить заявление на едином портале государственных услуг. Кстати, на днях в Совете Федерации прозвучало предложение подобные выплаты начислить и семьям, где есть школьники старше 16 лет. Ведь они тоже находятся на попечении родителей и нуждаются в поддержке. Валентина Аскерова, Илья Халяпин, Алексей Фризин. День с толком. К другим темам. Барнаульские общественники предлагают придать особый статус памятного места комплексу зданий на отрезке проспекта Ленина от площади Октября до площади Советов. Есть и повод. Накануне с фасада одного из домов в очередной раз обрушилась штукатурка и куски декоративной лепнины. Илья Кочетков выяснял, почему сыпется советское архитектурное наследие и как новый статус поможет его сохранить. Фрагменты лепнины и куски штукатурки лежат на тротуаре. Зрелище грустное и, увы, привычное. Эти дома, постройки середины прошлого века, несколько лет назад стали осыпаться. Вот так было пару дней назад. Сейчас мусор убрали, поставили ограждения, укрепив некоторые из них кусками той самой лепнины. Директор одного из магазинов на первом этаже признается, прохожих это немало раздражает, так что достается даже продавцам. Сталкивались с тем, что с таким негативом заходили люди и говорили, почему у вас лежит здесь лепнина. Но, поверьте, мы к этому отношения никакого не имеем. Сыпется и уже много лет фасады многих старых зданий здесь. Особенно страдает нечетная сторона. Здесь стены меньше прогреваются и оцаревают. Архитектор Александр Деринг рассказывает, несколько лет назад узнал еще одну из причин – некачественный ремонт. Его внимание как-то привлекли рабочие, которые штукатурили соседний дом. Я так посмотрел, тут же замешивают, написано – штукатурная смесь для внутренних работ. Я еще так удивился, думаю, ребята, что нам дали, из того и делаем. Если добавить к этому крышу и особенно водостоки, которыми, по мнению Деринга, управляющая компания занимается так, что дождевая вода часто льется прямо по стенам, итог неизбежен – фасады сыпятся. Иногда людям на голову. Падающая штукатурка и лепнина – это не просто некрасиво, это еще и опасно. Около семи лет назад вот с этого дома упал большой кусок штукатурки. Пострадали машины, и что самая печальная – девушка, которая просто проходила мимо. Что касается дома по Ленина 67, с которого упала лепнина, в администрации Барнаула объяснили – несколько лет назад этот дом некачественно отремонтировали. Подрядчик вернул часть денег, а дому теперь предстоит новый ремонт. Решением железнодорожного районного суда города Барнаула на органы местного самоуправления возложена обязанность по проведению капитального ремонта указанного дома. Необходимо выполнить капитальный ремонт фасада, крыши, трубопроводов, отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения. Соседние дома тоже обещают отремонтировать в ближайшее время. Но Деринг уверен – простого ремонта недостаточно. Этим домам нужно особое внимание. Точнее, признать всю часть проспекта единым комплексом, так называемым достопримечательным местом. Так уже сделали соседи новосибирцы для Академгородка и улицы Богдана Хмельницкого. И так, уверен архитектор и его коллеги, а также общественники, нужно сделать с участком проспекта Ленина. В этом случае дома оказываются под двойной защитой. Если бы на дома, которых не так уж сильно и много на этом участке, были разработаны паспорта, в которых прописано цветовое решение фасада, вот, неизыблемо, вот такие колера, они нумеруются, можно найти. Рекомендации по составам штукатуркам, если ремонтировать, то нужно делать вот так. Там видны детали, там прописано отношение к этим деталям, что это не ремонт, а должна быть реставрация. Плюс это позволит привлечь дополнительное внимание властей и, возможно, больше средств на ремонт. Это должно спасти комплекс зданий от разрушения и может в перспективе привлечь внимание туристов. Александр Дерин планирует озвучить свою инициативу на одном из ближайших заседаний Общественной палаты Алтайского края. Илья Кочетков, Александр Антропов, День с толком. А между тем, природа преподносит нам все новые сюрпризы. Алтайские пчеловоды приступили к сбору меда и качать продукт начали на три недели раньше срока, благодаря очень теплой весне. Однако на смену жаре пришла прохлада. Как перепады температуры отразятся на работоспособности пчелы? Об этом не только наш следующий сюжет. А мед? Я никак не пойму, в чем секрет. Мед, если есть, то его сразу нет. Звенящая тишина, которую нарушает лишь жужжание пчел, для Александра Капатурина уже вошла в привычку. Мужчина занимается сладким хобби более 20 лет. Жужжат и кружат, не жалят, а опыляют. И собирают нектар. На этой пасеке тысяча маленьких пчел. В этом году из-за раннего тепла старт медосбора начался практически на один месяц раньше, чем обычно. Пчелы намного лучше в этом году прошло у них развитие. Они стали мощнее, стали собирать первый мед. Погода была хорошая, светлые, свербы, с мать-мачехи, с одуванчиками. Александр говорит, что в последний раз на его памяти так рано мед появлялся в 90-х. Обычно первую качку пчеловоды начинают к концу июня. Нынешняя весна перекроила график, но многим это лишь плюс. Мед несут уже раньше. Правда, такое позитивное настроение пчеловоды испытывают далеко не во всех районах края. Виной тому засуха. Тот мед, который они уже даже откачали, им пришлось его опять назад скормить пчелам, чтобы не потерять силу семьи. Биологи не уверены и в том, что медовый урожай будет богатым, даже несмотря на раннюю качку. Может произойти такая ситуация, что либо будет больше меда, наоборот, получен в сумме, либо может такая ситуация сложиться, что может быть август будет, скажем, более таким холодным. И вот эти последние, скажем, качки предосенние, которые пчеловоды, так сказать, делают, они, может быть, ну как-то свернутся или меньше и дадут эффект. В целом, по словам экспертов, этот год будет богат на разнообразие сортовое. Таежный, горный, гречишный, дягилевый. Уродятся почти все сорта. А вот объемы вряд ли окажутся больше обычных 15 тысяч тонн. Поэтому цена, скорее всего, не изменится. Если вы говорите о ярмарках, о социальных ярмарках, в принципе, сильно она не возрастет никак. По словам Сергея Тастана, для самих пчеловодов сейчас более важная задача – спасти пчелосемьи от гибели. Чтобы все надежды на раннюю весну оправдались и меда было достаточно, нужно избежать повторения прошлогодней ситуации, когда после обработки полей ущерб пасечников исчислялся десятками тысяч рублей. А массовые химобработки можно узнать теперь из специального приложения. Но пока им пользуется не так много владельцев пасек. А Александр Копатурин, как и все пчеловоды края, ждет благоприятной погоды, чтобы как можно скорее собрать второй в этом сезоне медовый урожай. Мария Микшута, Андрей Печоркин, Александр Антропов. День с толком. Руководители парков культуры и отдыха с нетерпением ждут, когда же запустят аттракционы и встретят первых в этом сезоне гостей. В сети набирает голоса коллективная петиция. Предприниматели терпят значительные убытки и больше не в силах молчать. Ведь парки – сезонное развлечение, а на календаре – середина июня. Поможет ли петиция распахнуть ворота на первом этапе снятия ограничений, узнавал Никита Ермаков. Все ждали сезон и нам руки связали. Поэтому у нас уже как бы сил не было. В этом году из-за пандемии летний сезон у детских парков развлечений так и не начался. Но администрации мест отдыха уже устали ждать, когда ограничения снимут и написали петицию губернатору. Ну, ждали весь май сначала. Потом, когда надежда рухнула и нас 1 июня не открыли, в День защиты детей. А у нас один день в парке кормит год. Ждали еще, когда начали открывать в Новокузнецке, в соседних областях, с 8 числа парки мы решили действовать. Требования простые и понятные. Дать возможность паркам принять гостей. С каждым днем в карманах все меньше средств. Да и дети с родителями соскучились по аттракционам и играм. Соскучились, да, Коль? До этого мы всегда каждый день гуляли в парке. Сейчас мы слоняемся по дворам. Детей там много. Ни о какой дистанции речи не идет. О том, что дворы обрабатывают, я тоже никогда не слышала. Хочется гулять с ребенком в красивом и ухоженном месте. Согласны с Анной и другие управляющие. По их словам, парки давно готовы принимать гостей. Причем согласно санитарным нормам. Ведь и до пандемии они, по сути, их соблюдали. У нас есть все предпосылки обеспечить безопасность нахождения посетителей на территории парка. И, в принципе, мы считаем, что полезно людям находиться в парке, потому что это положительные эмоции. Вы приходите сюда и вы видите что? Вы видите радость, вы видите веселье. То есть, в принципе, это определенное лишение радости детей, взрослых, их родителей. Цель парка – это все же самое главное – дарить людям радость. Это социальное назначение, это возможность социализации тех же самых детей, взрослых. По словам управляющих, сейчас на первом этапе снятия ограничений людям как никогда необходим свежий воздух. И никто не вправе их этого лишать. Я считаю, что парки нужно открывать еще вчера. Потому что парки, по крайней мере, ландшафтные парки, там, где не очень много или нет аттракционов – это места, где люди могут как раз соблюдать ту самую пресловутую социальную дистанцию. Парк – это место, где человек может выйти из режима самоизоляции, подышать свежим воздухом, подвигаться. Потому что многие люди сегодня страдают болезнями, в том числе из-за дефицита движения и свежего воздуха. Все-таки пандемия очень сильно ударила по многим людям, и они хотят быть в зеленых зонах, в общественных пространствах. Сейчас под петицией подписались около 500 человек, и эта цифра растет. Все руководители в один голос говорят – парки несут многомиллионные потери, а закрытые парки только усложняют это. Из шести мест отдыха Барнаула пять – исключительно частные организации. И если ничего не изменится, то и на третьем этапе снятия ограничений, когда по указу президента парки снова смогут распахнуть свои двери, открыться они будут просто не в состоянии. Никита Ермаков, Алексей Фризин. День с толком. Вот туристическая отрасль постепенно начинает оживать. В Белокурихе туристов ждут и готовят для них новинку этого сезона. Алтайские художники расписывают предметы утварей в сибирско-уральской технике, сдержанной, крестьянской, но необыкновенно красивой. В чем ее уникальность и почему ей стоит заинтересоваться, расскажет Валентина Аскерова. Цвет траура – это белый цвет, а цвет жизни – это черный. Белый холод, смерть, черный, плодородная земля, жизнь – такова цветовая философия славян. Художник Елена Леонтьева уже 10 лет как расписывает предметы утвари в сибирско-уральском стиле. С ним, говорит, сошлись характером. Философия росписи, пришедшая к нам от старообрядцев, проста. Крестьянские ценности, дом, семья, связь поколений. Через вот такие картинки передавали какие-то наказы о вечных ценностях. Птицы – это обязательно солнышко, во-первых. Во-вторых, это обязательно, чтобы щебетали там дети. В-третьих, это какая-то любовь. Что ж мы голубей-то, думаете, просто так запускаем? Дверь, чаши, кружки, чайнички, детская игрушка, в простонародье топорушка. Ее история уходит корнями в прошлое. 200 лет назад, во время плотницких работ, оставались обрезки. Из них народные умельцы мастерили простейшие забавы. Вряд ли теми инструментами и умениями плотника можно было красивое лицо сделать. Его просто оставляли чистым. Ну что такое чистота, как не красота? Помните выражение «бить баклуши» – это значит делать ложки у старообрядцев? Это был расходный материал. После ужина они кидали их в костер и сжигали. А на утро уже ели новыми. Воспоминания из прошлого. На самом деле изделия вне времени. Линейки авторских сувениров пользуются спросом, но, как правило, пока у старшего поколения. Более молодое поколение, кому 20-25, для них это как что-то бабушкино совсем, наверное. То есть они так неловко от себя чувствуют и переходят на полки более чистым товаром, графическим, понятным. Пока люди предпочитают этническую продукцию горного Алтая или расписную праздничную хохлому, пришедшую к нам из Центральной России. Но с этого года туристов края будут привлекать и к нашей культуре, где ценились простые вещи. А об этом говорит вся мировая культура. Достаточно вспомнить голливудский блокбастер «Индиана Джонс», где в финале герою нужно среди сотен красивейших чаш найти священный граль. Им оказывается кубок простого плотника, который спасает его отца. Валентина Скерова, Илья Халяпин. День с толком. К новостям из мира спорта, правда, не позитивным. Барнаульский барьерист Сергей Шубенков оказался на грани завершения своей карьеры. Вместе с другими легкоатлетами он обратился к руководству российского спорта. Накануне стало известно, что Всероссийская Федерация Легкой Атлетики не получила отсрочку выплаты штрафов в 5 миллионов долларов за подлог документов. Речь идет о допинговом скандале, который преследует наших, отметим, чистых спортсменов уже несколько лет. В обращении говорится, если штраф не будет оплачен до 1 июля, карьеры нескольких тысяч спортсменов будет просто завершена. Ведь в таком случае, возможно, спортсмены не смогут выступать на любых международных турнирах, включая Олимпийские игры. У спортсменов накопилось много вопросов к Федерации. Например, почему атлеты продолжают отвечать за прошлое, которому нынешнее поколение не имеет никакого отношения. И самое главное, что ждет их после 1 июля. На сегодня это все. Далее прогноз погоды. Спонсор прогноза компании Валар. Спасибо, что остаетесь с нами. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!